Я сейчас раз расскажу, чем мы занимаемся, потому что когда Наталья спросила, вы знаете этих ребят, многие сказали, что нет, знали только вот реально последнюю галерку, там у нас такая история, что мы блокчейнами достаточно давно занимаемся, вот, я там начал это в 11-м году, в 13-м году начал заниматься full-time, там идея была очень простая, получить доходность в битках, которые мы смогли там намайнить еще в 11-м году, вот, и дальше это понеслось, 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 появились вокруг прекрасные люди, начали рождаться какие-то совершенно невероятно интересные проекты, Киберфон, потом Сатоши Фон, потом мы подумали, что можно, наверное, запустить социальный медийный блокчейн от Ковас, да, и запустили, вот, и у нас сейчас там такая история, что, ну, Ковас растет быстро, развиваемся очень быстро, растем очень быстро, и идей много, делиться не жалко, вот, поэтому, как бы, вот, основная цель наших вот этих вот поездок, просто вовлечь сообщество ребят, которые в состоянии делать проекты, да, то есть это вот, ну, для нас это самый большой фетиш, поэтому я хотел бы теперь узнать немножко о вас вообще, вот, кто здесь, поднимите руки, кто планирует делать блокчейн-проекты? Так, раз, два, три, процентов 10, не, ну, как бы, круто. Хорошо, давайте еще немножко об аудитории, сколько из вас владеет разными, там, хотя бы одним блокчейн-токеном, там, биткоином, например? О, 50 процентов, слушайте, концентрация великая. Так, кто участвовал в ICO, хотя бы в одном? Неудачно. 20 процентов. Кто участвовал удачно? Я вам открою секрет, чтобы, как бы, участвовать в ICO удачно, вот, как бы, по текущему рынку, вернее, чтобы участвовать неудачно, нужно быть полным болваном. Окей, а кто планирует инвестировать в блокчейн, ну, в блокчейн-экономику в ближайшее время? Слушайте, получается уникальная история, когда в этом зале, да, всего 10 процентов будет делать проекты, и 40 процентов людей в этом зале будет в них инвестировать. Вот, посмотрите внимательно друг на друга. Вот, собственно говоря, мой месседж очень простой. Я сейчас попытаюсь от души, как бы, объяснить экономику блокчейн-проектов, да, как мы это видим. Достаточно в простых терминах. Показать что-то прямо на пальцах, на экране монитора, показать, возможно, софт даже, да, с которым мы работаем, да, как это вообще все осуществляется, потому что люди ходят, люди ходят вот с такими глазами, не понимают, о чем это, а, ну, как бы, все сходится просто к софту, ребят. Мы работаем с софтом. Софта этого, как бы, качественного, который позволяет работать с блокчейн-системами, его немного. Вот, чтобы преуспевать, там, нужно просто понимать, как работает этот софт. Нужно его юзать. Всем юзать. Потому что вы никогда не начнете понимать, как работает блокчейн-система, пока вы не начнете нажимать на эти кнопки. Вот, вы начнете нажимать на эти кнопки, вы начнете приобретать деньги, либо терять деньги, либо что-то будет происходить, да, но ваш скил-экспириенс, он родится только из этого. Сейчас, подождите, я включу презентацию. Субтитры сделал DimaTorzok О, работает, класс. Слушайте, вот, начну с самого простого слайда, да, то, как мы понимаем вообще эволюцию любого блокчейн-проекта, да, то есть вот его стадии. У нас есть, как бы, традиционное понимание, как это принято в венчурной индустрии, да, как рождаются веб-проекты, да. Мы выработали немножко другой свой фреймворк, который адаптирован специально под блокчейн-системы и блокчейн-приложения, да, и, как бы, все сводится к пяти простым стадиям, да. Сейчас они, как бы, очень понятны. Первая стадия – это когда идея. Это когда, там, Петя с Васей сказали, о, прикиньте, у нас классная есть идея, давайте забыть о чем-нибудь прикольное. Вот. Петя с Васей могут быть очень грамотными ребятами, а могут быть, как бы, собственно говоря, с камерой. Вот. Это стадия, на которой фактически невозможно оценивать проекты, да, если вы не знаете конкретных людей, которые делают что-то. Это стадия с самым огромным риском, и на этой стадии я бы, как бы, считал, что тысячу биткоинов, капитализация блокчейн-проекта – это вообще просто фантастический максимум, о котором можно вообще либо говорить. То есть миллион долларов, если Петя с Васей стоят по 500 тысяч долларов в лицо, как бы, окей. Вот. Ну, как бы, это стандартная цифра для, как бы, хороших венчурных проектов. Вот. Это можно допустить, но не больше. Вот. В принципе, я вижу сейчас зарождение рынка, лоу-кэп рынка под идеей. Да, не стоит относиться к этому как к скаму, да, и этот рынок может складываться из большого количества проектов с капитализацией, там, в 10, в 20, в 50, в 100 тысяч долларов. Почему? Ну, потому что это просто достаточно сделать, придумать что-то, нажать две кнопки и выйти на рынок. Да, и это будет, безусловно, происходить. Мы пока что вот в этом сегменте практически не работаем. Потому что его практически-то по большому счету нет. Он только сейчас зарождается. Вот. Вторая стадия, когда Петя с Васей побегали, попрыгали, и сделали ресерч. Вот. Ресерч был отражен в какой-то бумаге, да, white paper. И, собственно говоря, вот на этой стадии уже очень легко оценить проект. Да, почему? Потому что, ну, как бы white paper может быть и brown paper, да, в итоге. И видно, в принципе, что у людей в голове. Просто так, к сведению, там, такой проект, например, как эфириум, поначалу оценивался чисто по белой бумаге Виталика, потом дописал Галин техническую спецификацию, yellow paper. Да, и, в принципе, уже тогда было все понятно, что это, как бы, вообще дистрация штука, что у чуваков в голове есть достаточно знаний для того, чтобы это, собственно говоря, довести все до ума. Да, вот. Но стоит понимать, что даже на этапе бумаги рисков все равно много, да, потому что, когда штука начинает работать, там возникает куча вопросов. Ну, вот, опять же, да, возвращаясь к эфириуму, оказалось внезапно, что, как бы, умные контракты, штука небезопасная, раз, а во-вторых, что газ стоит денег. Да, газ стоит. Сорян. Третья стадия, да, это стадия имплементации, когда у нас появляется код на GitHub, да, и, по большому счету, это стадия, на которой грамотно, ну, то есть наиболее максимально правильно выводить проект уже край все, да, то есть когда у вас есть хорошая команда, когда есть четкое понимание, как будет работать тот или иной протокол или приложение, и когда у вас есть какой-то кейс, да, либо умных контрактов, либо кода блокчейн ноды, который можно потрогать, пошевелить по рукам, да. Вот, опять же, да, эфириум классный кейс, потому что он был, он есть, он всем известен, ну, всем известно, да, к чему это привело. Вот, в августе 2004 года, я брал там Proof of Concept 4, на питоне Виталика, включал через консоль эту, запускал эту ноту, видел, что синхронизировал с Snet, видел, что можно было оправить транзакции с payloadом, с полезной нагрузкой, видел, что можно было записать контракты, которые, конечно же, еще тогда толком не работали. Но уже было понятно, что, в принципе, что-то работает. Вот на этой стадии рисков уже гораздо меньше, на этой стадии по-хорошему проект можно выводить на ICO. Вот. После того, как система запущена, либо приложение уже, как бы, задеплоено в продуктивную сеть, да, у нас появляется понятие ликвидности, да, и это стадия, на которой уже входить достаточно, ну, максимально менее рисково, да. Почему? Ну, потому что есть токены, потому что есть уже какая-то оценка, там, вот, всяк можно слить, да, какому-нибудь барану в Аполлонексе, ну, там таких очень много, мы видим удивительные кейсы, мы наблюдаем, мы наблюдаем уникальную картину сейчас, потому что, если вы, в принципе, посмотрите там, либо, ну, на киберфонде вы такого булшета, конечно, не увидите, а вот если CoinMarketCap, вот изучите хотя бы топ-100 систем. Кто, кстати, смотрел топ-100 систем на CoinMarketCap? Поднимите руки. О, классно, 20%. Вот, ну, там есть, там есть очень веселые элементы, вот. Даже вот по такому, ну, извините за выражение, теремищу, да, и то у нас есть ликвидность, есть очень маленькие уровень рисков. Очень стоит смотреть на показатель daily turnover, то есть вы смотрите на капитализацию, да, только на полную капитализацию, не которая на CoinMarketCap. Вот, и от нее смотрите торговые дневные обороты, если этот показатель выше 1%, значит, актив достаточно ликвидный, и как бы это является неким, ну, одним из критериев уровня риска. Вот, это четвертая стадия, когда проект приобретает уже ликвидность, и на пятой стадии, это как бы финальная, да, торротичь, вовсе эта вообще штука создается, это как бы когда проект становится полезным. Представляете, такое бывает. Значит, полезность, когда вы видите полезность уже в разрезе конкретных транзакций, вот, ну, я считаю, что это уже инвестирование в стиле, там, Джонса Сороса, да, когда вы можете поднять мажинальность транзакций, объяву транзакций, посчитать потенциальную выруску. Ну, как бы классика жанра. Ничего такого, и на этой стадии уже, если вы входите в ту или иную блокчейн-систему либо приложение осознанно, риски минимальные, и оценка там может быть, ну, условно любая, 10 тысяч плюс биткоин. Вот, это вот такая вот стадийность, теперь вопрос к вам. На какой стадии, ну, вторую, третью, а, ну, вторую, третью, да. Вот на какой из этих стадий нужно делать ICO? Вторую. На всех. Вот, правда, правильный ответ можно делать на всех стадиях. Вот, то есть ICO это просто инструмент, когда там какая-то команда выходит на рынок и говорит, так, чуваки, у нас есть там вот такая штука, дайте нам денег, получите токенов. Ну, как бы просто. Вот, но у меня есть некое мнение относительно того, как правильно выходить на ICO, да. Мы уже сформировали некий такой способ думать об этом. По-хорошему нужно выходить на ICO, когда есть уже имплементация, да, то есть когда есть команда, когда есть четкая бумага, спецификация, имплементация. Почему? Потому что максимальная маржинальность. Потому что можно хорошо поднять, в принципе, на развитие проекта. Вот, все, что до этого, сейчас уже как бы речь идет о pre-ICO, то есть мы видим тренд, когда появляется штука, связанная с pre-ICO, когда команда просто там по малым кругам говорит, ребят, нам нужно там 100, 200, там 500 тысяч для того, чтобы довести это до ICO. Это означает, что там представить код, верифицировать гипотезы, которые там в бумаге основных положений и так далее. Вот, и вывести на ICO. Тогда маржинальность может быть там в 2, в 3, в 4 раза больше. Вот, но по большому счету, я там буду рекомендовать, вообще стартовать, вот с самого начала, да, потому что есть сейчас очень прикольные инструменты, которые легко позволяют вам учитывать дроны. Я вам сейчас пройдусь по всему этому бардаку. Вот, в принципе, мы можем предположить, что блокчейн проекта можно начинать с несколько кликов. Вот это идея, которую я вам в силу, да, сейчас. Вам нужно по большому счету уметь работать всего с тремя инструментами. Один из них парите, Валерка говорил, но Валерка говорил в контексте девалопмента, да, это, я сейчас говорю в контексте того, что это просто поплевуха, которую вы ставите и нажимаете кнопки в нее. Копей, это что, парите, это клиент эфириума. Копей, это единственный сейчас опенсоржный кошелек для биткоина, который позволяет делать 2 простых фичи вместе, которые критичны для любого блокчейн проекта. Первый, это мультисик, да, когда есть 2, 3, 4 человека, которые хотят принимать решения по транзакциям вместе, да, например, по алгоритму 2 к 3, или 3 к 5, или там, ну, как вы себе придумаете. Вот, это первая фича критичная, и вам я сейчас дальше объясню, почему это очень критично. А вторая суперфича, это называется Transparency Addresses, которая позволяет вам не возвращать сдачу на новый адрес, а вернуть сдачу на свой стандартный адрес. Да, это как бы влияет на приватность, да, то есть это плохо для приватности, но вам не всегда она нужна. А фишка в том, что когда вы, как бы, захотите поднимать деньги, да, люди захотят спросить, а покажи операции, да, докажи операции, что вы делали, как вы делали. Вот, и вы такие хопы сможете показать. Вот, там одной галочкой ставится, это Transparency Addresses, вот, вы можете одной галочкой создать адрес на трех человек, например, представителей совета директоров, залить туда деньги, и ваша организация начнет уже функционировать. Вау, да, останется только вам попилить бизнес, собственно говоря. Вот. Да, то есть нужно учитывать доли. Значит, на самом деле, сейчас есть более-менее два адекватных только инструмента для учета долей. То есть, в принципе, когда мы начинаем бизнес, о чем речь идет, да, о чем? Только однолер, да, кого сколько там, с процесса этот берешь, самое веселое заняется всегда. Вот. Поднимите руки, кто участвовал в этом процессе. Вот. Все правильно, надо этот процесс сразу же ставить, потому что поставить его, как бы, ничего не стоит, там, условно, доллар или два транзакционных фейн, но, решив эту проблему, вы сильно даете преимущество своему проекту, потому что вы можете легко привлекать инвестиций, продавать там процентики, делюки делать какие-то. Ну, в общем, как ваша душа в обстроена, потому что в классическом бизнесе это как бы долго сложно. Да, нужно отражать изменения, ставить, согласовывать туда-сюда. Вот. Я вам сейчас покажу, научу, как сделать это так, чтобы засетапить можно было все за 5-10-15 минут и там пару долларов. Вот. А принимать решения тоже, грубо говоря, вот в коридоре. По продаже каким-то, опционам и так далее. Вот. На самом деле, два инструмента есть, которые позволяют это прикольно делать. Это вот Pality и BitShares. Да, Pality позволяет выпускать ERC-20 токены на Ethereum. Вот. А BitShares позволяет выпускать токены на получение BitShares. Значит, в чем разница? Разница в том, что парить вообще Ethereum, да, это вот теринг-полные умные контракты, то есть они не накладывают на вас никаких ограничений. Да. В чем минусы? В том, что это гораздо дороже, то есть прям сильно дороже в операциях. Минус в том, что это гораздо сложнее. Вот. Минус в том, что пока что еще нет инструментов, которые необходимы для вот такого учета долей. Например, как white-listing, либо подтверждение трансфера эмитентом. То есть у нас огромное количество юс-кейсов, когда, например, Shareholders Agreement закладываем какие-то условия, да, критичны, которые накладывают ограничения по перемещению. Да, в таком случае эмитент может являться неким контролемом. И вот в Битшарс как бы все это уже есть, работает, можно нажать, выпустить с простым нажатием кнопок все это юзать. Мы это юзаем, я сейчас покажу вот это вот все. А на эфире пока что таких тулзов вот на данный момент нет, они появятся в будущем. Но это в любом случае будет дороже и чуть-чуть помедленнее, чем на Битшарс. В принципе, для такого процесса, как учет долей там централизованного бизнеса, вот видите, я внизу написал Start Decentralization from Free People. Какой бы вы проект не взяли, у нас в любом случае всегда сначала там есть 3-4-5 человек, которые ведут какой-то проект к успеху, а даже после того, как они запустят такую систему, как эфириум, у них оказывается какой-то фонд, о котором особо никто не знает, который владеет 10% эфириума, который держит эти три человека. Понимаете, да? Вот. Собственно говоря, вот, давайте я вам просто покажу вот тут цель вкратце, на экране. Значит, первым делом это КП. Вот такой софт ставится через брю, очень простой. Вот мы видим кошелек ICO голоса, мы видим здесь в принципе всю историю транзакции, мы видим, что здесь есть 4 из 6, проверяем. Да, в принципе, я вам ничего не показывал ни такого, вы в принципе вот это все можете зайти и посмотреть в Blockchain Explorer, разве что в принципе из этого как бы кошелька принимаются там решения. Сейчас я так покажу вам вот здесь вот есть информация о кошельке, да, здесь вот есть как бы люди, которые принимают решения. То есть 4 из 6, людей могут нажать кнопку подтвердить для того, чтобы, собственно говоря, деньги ушли. Это по большому счету процесс, который можно назвать традиционным для Совета Директоров, да, потому что можно выстроить очень простой, очень простой понятный процесс. Заливается в кошелек деньги, да, раз в месяц принимаются решения расходований в рамках согласованного бюджета, да. Вот, то есть в принципе маленькая группа людей, основателей может очень гибко принимать решения о развитии, там, делая небольшое количество операций, раз в месяц. В принципе, это у нас так выстроено. Вот, либо там вот как та же история с адресом Satoshi.py, это вот это инвестиционный фонд, через который мы делаем все операции. Вот, дальше мы можем посмотреть на софт BitShamps, это вот клиент, который как бы скачивается, устанавливается, он несложный, вот, что здесь можно, в принципе, интересному показать. Вот, есть там киберфон, что такое киберфонд? Киберфонд это какая-то некая организация, да, которая зарегистрирована где-то, да, но у которой есть учет токенов, учет своих долей. Ну, это просто датный процесс, любой регулятор вам всегда говорит, что организация сама вправе организовать учет долей как ей удобно. Вот, нам удобно так. Да, есть вот такие токены C-Fund, да, мы можем посмотреть на Set The Tanks, да, и что мы здесь видим? Здесь есть установленные флаги. Require holders to be white listed. Issue may transfer an assets back to himself. Issue must approve all transfers. То есть это такой, достаточно централизованный актив, да, по которому нету никакой возможности у людей менять права собственности на этот актив, если это не согласовало там сет-директором. Вот. В принципе, как бы выпуск активов вообще банально непростой. Вот здесь есть кнопка такая Create Asset. Все. Устанавливаете символ, количество, округление, там, нажимаете там создать. создание актива стоит там несколько долларов в битшерс. Ну, уплачивается в битшерс. То есть, в принципе, можно начинать с... Да, и что самое прикольное? Самое прикольное, что вот эти все счета, на которых учитываются эти активы, они тоже являются мультиси-счетами. Вот. Здесь вот можно посмотреть Permissions, да, и видно, что вот здесь три человека, видите, кибермонетарист, хипстер и лом. Вот. Эти три, короче, парни, они контролируют этот аккаунт, вот, с весом по единичке. Да, то есть, тресхолд вот два здесь, говорит о том, что в случае, если двое из этих трех подпишут, значит, транзакция произошла. Вот. Это, в принципе, битшер, здесь же есть интерфейс для торговли, то есть, в принципе, тот токен, фишка в чем? Потому что, как бы, токен, который вы создали, можно сразу же продавать любому человеку в мире. И вам не нужно идти на какую-то биржу, для того, чтобы ее залистить и так далее. Торговать можно прямо здесь, прямо сейчас, с друзьями, с родственниками, с знакомыми людьми в интернете. Фича, вообще фича в себе. Вот. И есть еще такая штука, типа парити, да, парити на самом деле очень крутая тема. Фактически, мы здесь уже говорим не о каком-то там приложении, а это полноценный браузер в сети Ethereum. Да, и здесь есть такие же счета, да, вот, например, как бы, один из счетов, который принадлежит Сатоши фонду. Здесь та же самая история, вот, есть details, как бы, подписанки, да, и фактически это вот тот мультисик счет, через который мы управляем нашими инвестициями, связанными с дистанализованными приложениями в экосистеме эфира. Вот. Вот эти три приложения, да, они являются фундаментом ваших потенциальных операций в общей мире. Да, и мой вам совет начинать с них. Потому что все, что вы бы ни делали, все равно вы придете сюда. Но, как бы, какой вам смысл от этого блокчейна, если у вас нет ни точки ни эфира. Ну, никакого. Вот, вы не поимеете. Надо, как бы, работать софтом. Прямо вот через этот интерфейс, через парень можно задеплойить контракт какой-то. Можно, здесь есть уже браузер полноценных приложений. Формируется App Store. Формируется App Store. Вот, гаджет делает. Ну, как бы, все это очень интересно. Вот, хотел вам это обязательно сказать. Давайте дальше. по процессу, по процессу, по процессу. Слушайте, а сколько времени там у меня осталось? Могу вещи даже не сократить. Да, ну, вот по поводу бумаг. Я сейчас просто пройдусь вот этот вот процесс по шагам, да. По поводу бумаг, с бумагами, Валерка уже дал ссылку на библиотеку, которую там три года я собирал. как должны выглядеть бумаги, которые имеют смысл, да, нормальные бумаги из академии. Это не бумаги из серии с, как бы, красивыми картинками, там, какими-то цветными схемами и маркетинговым больше там о том, какой большой рынок, какой там, там, сам. Все эти вещи как бы не очень интересны на самом деле white paper. Что интересно white paper? White paper очень интересно увидеть в случае, если это стендалон блокчейн, то это, как бы, четкую математическую дефиницию консенсус-алгоритма, да, то есть, чтобы это не было. Если это децентрализованное приложение, то очень хотелось бы увидеть набор методов умных контрактов, да, которые планируют быть составляющими этого децентрализованного приложения. А также, очень важно, расчет экономики этого децентрализованного приложения, что очень интересные на самом деле кейсы, когда сейчас берем руки бумаги, по эфиру смотрим, вроде прикольное приложение, вроде интересная команда. Все очень круто, начинаем смотреть, как бы, уже есть, как бы, кейсы с контрактами, уже есть понимание у ребят вообще, вот, смотрим, например, а как оно будет работать. Оказывается, да, что там протокол состоит предлагаемый из 5-7 транзакций, каждая из транзакций ест по миллиону-полтора газа, да, каждая транзакция на данный момент при текущей стоимости эфира стоит по 5-10 долларов. Ну, просто вот, как бы, нужно понимать, да, что это должно быть за вейлю-приложение, да, чтобы юзеры этого приложения могли платить по 5-10 долларов за каждую транзакцию. Вот, то есть, мы смотрим на экономику конкретных методов в умных контрактах и смотрим на экономику конкретного консенсуса с алгоритмом, как он там, позволяет ли он делать блокчейн быстрым, позволяет ли он делать его более децентрализованным и так далее. Вот, статус показывал, просто обновлен, не просто какие вы уже этот слайд показывали, мы постоянно показывали эту штуку. Наши статус по колл-сервам, которые мы отобрали по нашим критериям, там вот у нас уже порядка сорока проектов прошло, подняли эти проекты на 100 миллионов долларов, ну, за исключением, да, мы его исключили, потому что практически его не было. Все знают, что в одной сетке его не было. Вот, в другой он был. Ну, действительно важно, 100 миллионов в 40 проектов, мертвые всего там 5 проектов, можно про них забыть на сумму в 1 миллион. И сейчас капитализация проектов, в которые мы вошли на ICO, полтора миллиарда долларов. А вы знаете, я собрал эти старые данные, это эфир, эфир здесь старая церковь, то есть сейчас получается, ну, 5 миллиардов долларов, то есть, 100 миллионов, 5 миллиардов долларов. сори, не обновил. Вот, и 35 проектов уже, то есть выживаемость проектов очень высокая, да, когда вы смотрите вот в эти критерии. Порядка там 80-90% у нас сейчас выживаемость проектов. В принципе, там средняя выживаемость у венчурников 15-20%, ну, окей, бог с ними. Вот, и маржинальность, видите, тоже какая-то сумасшедшая, как бы, мне кажется, даже в Мавроте немножко курит, ну, тоже как бы бог с ним. Вот, но есть такая, есть такие цифры. Дальше, как бы, вы, когда будете думать об ICO, да, всегда должны понимать, что вы должны управлять через определенный набор параметров. Да, как бы, эволюционно уже сложилось всего 5 таких параметров, которые так или иначе позволяют вам решить те или иные задачи, которые стоят перед ICO. Ну, первое, с чего начать, то нужно, как бы, период продумать. Могу сказать, по-моему, потому что длинное ICO вообще не имеет никакого смысла. Если вы что-то можете собрать за день или два, глядя вам там месяц и ICO спасят вашу ситуацию. И наоборот. То есть, я не рекомендую сейчас делать супер длинное ICO. Мне кажется, потому что 7-15 дней достаточно. Месяц уже, как бы, многовато. Там эфира было 42 дня, но тогда еще рынок был непонятный. Сейчас, в принципе, как бы, там вот у меня четвертый пункт, лимит. То есть, мы видим, что если установить по ICO грамотный лимит, то, в принципе, ICO насыпается за 20-30 миллионов за день максимум. за 2 раза. Вот. То есть, не старайтесь делать длинные ICO. Ничего это не решает. Статок говорит нам то, что все самые успешные ICO это день, два, три, неделя максимума. Дальше метод определения цены. Есть два подхода. Один с фиксированным с уплаем. То есть, вы, например, говорите, что у нас будет выпущено 100 миллионов, получат соответствующее количество. Допустим, одно из самых первых ICO было сделано по такой схеме. В принципе, раньше все ICO делались по такой схеме, потому что исторически так было, что у биткоина есть максимальный лимит суплая, и людям это было понятнее. А сейчас мы видим уже по статистике то, что гораздо успешнее проекты с фиксированной ценой. То есть, вы говорите, окей, я продаю неизвестное количество токенов по доллару за токен. Вот. И сколько купят, только и будет суплая. Вот. В принципе, самые кассовые проекты работают вот на такой схеме. Я не знаю, с чем это связано, честно скажу. То есть, я не понимаю психологию, по которой это работает, но могу сказать только то, что наблюдаю. Третий момент это дисконт и скидки. Очень важный момент. Сразу же скажу, ICO без скидок не работают. Ваша задача каким-то образом набрать физическую массу на первый час на первый день. Лучше на первый час. Да, очень хорошо там это работает скидки 20-30%. Не перепарщивайте. Вот. По поводу скидок также еще могу сказать то, что старайтесь не пользоваться скидками в частных каких-то сделках. Да, потому что это бьет по репутации, это бьет по ценности и так далее. То есть лучше делайте какие-то футболе-менее формализованные при ICO раунде с понятным размером скидок. Например, там 2-3-4 раза дешевле, чем цена, по которой вы планируете предложить на ICO. Вот. Чем персональные скидки. Кто бы это ни был, я не знаю, друзья очень любые скидки. Неважно. Старайтесь не делать персонализированных скидок. Это плохо. Вот. Но скидки должны быть нормально, работает там 30% в первый день, 20% в первые три дня, ну и так далее. Вот. В принципе, несложно посмотреть на самые успешные ICO, посмотреть на их систему скидок, чтобы понять, что работает и что нет. Вот. Про лимит я уже сказал. Лимит вообще фундаментальнейшая вещь, самый важный параметр. Почему? Потому что вы можете управлять через лимит стимулом инвесторов проинвестировать в вас. Ну, например, да, есть проект, который, для которого лимит там 3-5 миллионов долларов. Да, вы понимаете, что по текущему рынку, да, подобного уровня проекта, в случае, если он будет запустен, ну, худо-либедо, ну, 30-40-50 там миллионов капитализации он там наберет. Да, учитывая, какой широт там сейчас по 30-50 миллионов. И вы понимаете, что можно заработать 10x при лимите в 5 миллионов. Это сильно мотивирует, знаете, потому что установка лимита это некая гарантия инвесторов в маржинальности инвестиций, то есть доходности потенциала. Вот, устанавливаете большой лимит, над вами смеются, вы его не выбираете. Устанавливаете маленький лимит, вы, может быть, ограничиваете сумму, которая придет вам в бюджет на развитие проекта, но вы зато ее гарантированно получаете, и вы гарантированно делаете ваших инвесторов счастливыми. Лучше получить 2-3 миллиона долларов, там, гарантированно, или миллион долларов, там, в битках, в эфире. Вот, чем установить лимит в 20, да, нормально, покрутят, и вы, в итоге, миллион не соберете. Вот, управляйте лимитом здраво, смотрите трезво на эту цифру, вот, и когда инвестируете, и когда планируете. Вот, и пятый момент, рождей, как модно сейчас делать, сказать, что, окей, лимитом 10 миллионов, но в случае в первый день или в первый час лимита нет. Вот, ну, я, если честно, не очень понимаю, какую проблему это решает, да, потому что лимит ставится как раз для того, чтобы гарантировать что-то и ресторан. Вот, просто проверка на прочность непонятна. Я, вот, крошдей, мы делали его на голосе, да, этот крошдей, вот, у нас он не сработал, много у кого не сработал этот крошдей, сомнительный инструмент, на самом деле, стоит его использовать. Только, если вы понимаете, только, если вы очень хорошо понимаете, зачем он вам нужен, я пока что, как бы, юзкейсов очевидных не вижу. Честно. Но его используют. Вот. Это я вам говорил сейчас фактически про параметры ICO, возвращаясь на эти таблички. Я просто по каждой стадии хочу привести некие циферки, да, вот, транзакции имеют значение, когда вы уже оцениваете проект на стадии его полезности, да, то есть это то, к чему они должны стремиться, эти проекты, вот, то транзакции, конечно, это то, что, ну, действительно показывает, да, насколько система используется в соответствии с тем, как она была задумана. Что мы видим сейчас? Ripple, как бы, номер один система по количеству транзакций, там сейчас старые немножко данные, извиняюсь, ребята, сейчас там миллион транзакций в день у Ripple, миллион, но биткоина в районе трехсот тысяч в день, это в день, а в Steam сейчас двести тысяч транзакций в день. Это топ-три блокчейн-системы по количеству транзакций. Да, очень интересно, кстати, это такой рейтинг. Ethereum на четвертом месте, порядка ста тысяч транзакций в день он сейчас генерирует. На пятом месте удивительно, но факт, вот есть такая блокчейн-система голос, никому неизвестная, вот, в топ-100 находятся на CoinMarketCap, она генерирует 30 тысяч транзакций в день, сейчас. То есть, это одна из самых используемых блокчейн-системы в данный момент. Вот, дальше там идет BitChance, Dogecoin, десять тысяч, и вот, интересно, да, как бы, я не знаю, слышали, наверное, про Dash, про Litecoin, вот, про все эти вещи, три тысячи транзакций в день, ребята. Ну, просто, как бы, нужно понимать, то, что сейчас рынки, на которых вы работаете, их очень легко компрометировать, да, все обороты, которые показываются, они показываются из централизованных биржевых стаканов, а это означает, что вы никогда не можете быть уверены, что та сделка, которую публикует биржа, на самом деле, существовала. вот эту идею к вам вселю просто, да, как легко манипулируются рынки сейчас, вот, и как people have it, это грустно за этим наблюдать, но, тем не менее, имеем то, что имеем. Вот, у нас есть там пару идей, мы нашли способ, как рассчитывать цены таким образом, чтобы она была вот некомпрометируема, не знаю, ну, будем пробовать, но на данный момент это проблема, про нее мало кто знает, я вам просто говорю, что она вот есть, и показатель такой, сейчас я буду рассказывать самые прикольные штуки, мы долго наблюдаем за получениями системами, вот, и я когда начал думать, вообще, как их оценивать, да, ну, как бы, нужно оценивать доходность как-то, да, доходность актива, есть там в традиционных инвестициях в 7GR показатель Compound Annual Growth Rate, вот, а я прочитал репу, подумал, что, наверное, раз в год наши штуки рассчитывать вообще не имеет никакого смысла, они быстро и очень появляются моментально, там месяц акция считается, придумал Compound Monthly Growth Rate, да, значит, мы с ребятами проактировали все цены на все блокчейн-активы исторические, и определили такое понятие, как First Average Price, то есть первая цена, от которой первая цена зафиксированная на рынке для актива, она очень важная, потому что она позволяет понимание вот этого Синджара, дает вам понимание, основатели, как бы, обманывают большинство инвесторов или нет, через какие-то манипуляции, вот, Синджар должен быть, должен быть положительной точкой, нет положительного Синджара, как бы, вообще проект малоинтересен, что мы имеем, биткоин растет в среднем в 12,7% каждый месяц сложными процентами, 12,7% эфириум, на протяжении там, трех лет уже растет со скоростью 18% в месяц сложными процентами, в долларах, и есть еще целый ряд систем, которые там колеблятся в этом радиусе, вот, и тут наступает, на самом деле, самая интересная штука, да, потому что понимание этого показателя дает вашему блокчейн-стартапу вообще нечестное, нечестное конкурентное преимущество, да, то есть вы работаете в блокчейн-экосистеме и в принципе работаете с этими активами, значит, что можно сделать, понимая эти цифры, да, что есть некий стабильный уровень роста индустрии, на который можно ориентироваться, делая тот или иной финансовый менеджмент в вашем проекте. Я вам покажу вот такую формулу магическую, лайфхак, лайфхак, короче, вот вы ее сфоткаете, а потом подумаете, в чем ее фишка, я сейчас объясню. Значит, идея в том, что если вы делаете блокчейн-проект, да, вы в любом случае будете привлекать какое-то количество денежных средств. Это может быть 10 тысяч долларов, это может быть 50 тысяч долларов, это может быть 100 тысяч долларов, сколько так. И эти деньги, скорее всего, будут привлекать от биткарты или эфирок и получите на мульти-сик-счета, если будете не идиотами, потому что делать, извините, конечно, но делать сейчас блокчейн-проект и хранить бабки в баксах нужно быть полным, как бы, ну, ребят, простите, вы просто отдаете деньги чувакам, которые хранят более доходных актей. Вот, и если у вас есть эти там 100 тысяч долларов, которые вы привлекли в ваш бизнес, вот, и эти 100 тысяч долларов могут генерировать вам минимум 10% в месяц, вот, все, все, что вам нужно сделать, это, чтобы ваш бирнрейт по вашему бизнесу, то есть, то, что вы тратите на девелопмент, на маркетинг, на черта лысого, вот, он был ниже, чем вот то количество, которое вы зарабатываете на своих инвестициях внутренних. Поняли идею? Да. Вот, то есть, идея в том, что раньше финансовый менеджмент для стартапов был сложен, и он был дорог, и не было очевидных классов активов, которые можно было привести свои там привлеченные от инвестора там денежки, баксы, вот, а здесь есть, и они как бы, вот они, прямо на поверхности, мы с ними работаем, мы на них строим приложения, ну, глупо не использовать это, вот, и получается то, что, в принципе, если вы привлекли 100 тысяч там долларов инвестиций и правильно размножив это по каким-то корзинкам, да, криптовалютам, вот, вы можете компенсировать Burnway в районе там 10-15 тысяч долларов ежемесяч, но на развитие, на разработку не уменьшая как бы объем инвестиций в вас. Вот, и вот эта как бы идея, которая, которую я вам обязательно продам, все будут юзать, мы сейчас в нашей инвестируемой компании, да, ну, у нас есть фонды, да, через которые мы инвестируем, получаем проекты, мы хотим образы научить, ну, как бы делать так, потому что, вот, взять киберфонд, у нас не было ни копейки выручки за всю историю существования, да, нас спрашивают, зачем вы, ребят, живете, за чего вы там делаете, за чего вы ездите, там, по конференциям, вообще, откуда деньги, вот, ну, как бы мы инвестируем, на эти два процента и живем, вот, слушайте, ребят, на самом деле, я уже много так всего рассказал, у меня есть еще, тут, все, что хотел, я рассказал, все оставшееся, это, как бы, моя презентация с, там, Берлина, про штуки, которые мы делаем в киберфонде, если вам это интересно, я расскажу, в киберфонде, потому что это я не успел сделать. Значит, смотрите, про штуки, киберфонд, да, Виталик тут недавно обозначил прикольные, вообще, проблемы, которые касаются криптоэкономики, это и экономическая финальность транзакций, и сложность при распараллеливании вычислений в, как бы, в консенсус-компьютере, это и вопросы, связанные, там, с приватностью, там, как бы, реально сложные, очень такие хардверные, вернее, не хардверные, а хардкорные. Хардкорные научные проблемы, скорость блокчейнов и так далее, вот, как бы, мы, и это, как бы, я называю хард-проблемс, да, жесткие проблемы, а есть, как бы, софт-проблемс, мягкие проблемы, которые сводятся к очень простым вещам, связанным с аккаунтингом, с поиском, и с интерактом, и с взаимодействием с разными блокчейн-системами. Я вам сейчас, как бы, вкратце объясню, как бы, в чем замес, да, это, как бы, первая часть идеи, связанной с киберфондом. Вторая часть идеи заключается в том, что есть сейчас, как минимум, шесть очень крутых технологий, которые уже здесь, которые, которых нам не видовать, которые нас догонят, вот, и все они очень классно играют с блокчейнами. Я вам перечислю. Первая, это виртуальная реальность, это, там, Vive, Oculus Rift, Google Cardboard, Daydream, вот, документы в реальности, дополненная реальность, все, что связано, там, с Project Tango, и, ну, Hardware, связано с лидарами, с, ну, лазерными детекторами. Вот, есть Match Setting, самое сложное направление, но, тем не менее, есть Software Defined Radio, это железяка, которая позволяет определять софтвер на разные протоколы типа LTE, Wi-Fi, DUTH, то есть, вы представьте, что мы раньше имели железяки, да, вот, каждый тип беспроводного соединения, вот, а с SDR-ом, там, LTE, либо Wi-Fi, может быть, просто приложение, вот, SDR, Software Defined Radio, вот, есть, как бы, Computer Brain Interface, уже не Rocket Science, это OpenPCI, прикольная железяка, там, за тысячу долларов, с 16-ю ГГ-датчиками, и про искусственный интеллект я молчу, и с робототехникой тоже, как бы, все ролики на YouTube смотрят, вот, все это, как бы, здесь, все это доступно, а с блокчейнами это все становится вообще прекрасно, вот, я вам просто сейчас покажу несколько кейсов, значит, первая идея, собственно говоря, я уже ее называл, но, смысл очень простой, если робот может зарабатывать, держать деньги и платить, он может делать все, что можем делать мы, да, первая идея, вот, вторая идея, то, что, для того, чтобы иметь шанс на эволюцию, да, для робота, то есть робот, он должен иметь верифицированную информацию о экономической реальности вокруг, да, грубо говоря, он должен в каждый момент принятие решения о сохранении либо отрате, он должен иметь верифицированное состояние всей экономики вокруг, вот, и тогда он может очень хорошо эволюционировать, эволюционировать гораздо быстрее, чем мы можем эволюционировать мы, вот, как бы не rocket science, в принципе, Валерка уже тут показывал в Киеве, и замки, и розетку мы показывали, и Андрей, вот, Ланшаков сделал, сделал дрон сотрудника, я не знаю, видели этот ролик про дрона на эфире? Да, ну, есть его. Да, ну, как бы, основная идея в том, что, как бы, прямо в дроне есть ноты эфириума, вот, в нем зашитомный контракт, вы платите дрону деньги, вот, дрону деньги, ни корпорации, ни организации, ни кому-то, дрону деньги платите, он летит, делает задачу, которую, собственно говоря, перед ним поставлены, вот, без последников, без, собственно говоря, лишних третьих листов. Вы получаете их. А? Вы получаете их. Дрон! Дрон! Да, 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 дрон! А это уже его дело. А что вы? Чужие идеи не считаете? Ну, вот, просто вы с этими блокчейнами дошли сейчас до момента, когда начинаешь задумываться о том, что экономика может быть немножко другое, да, то, что нам рассказывают про интернет вещей, может оказаться вовсе не интернетом вещей. Вот. А интернетом вполне себе независимых экономических агентов. Да? Вот. И мы эту, короче, тему топим, ну, как бы толкаем, очень продвигаем. Вот. Но вопрос, да, как туда добраться? Да, то есть, как бы, идея классная. Есть уже пруф, как бы, пруфов-концерты, есть там кейсы. Вроде, в принципе, не кажется это уже каким-то рокет-сайенсом, но никто ничего не делает, ничего не двигается в направлении. Да? Почему? Да потому что, как бы, реально нужно решить три очень простых проблемы. Первый – это аккаунтинг. Да? Вот Валерка говорил, да, что вот блокчейн может профит и голос считать по конкретному биткоин-счету. И это, как бы, компетент, как бы, в чем там проблема? Первая проблема – что это достаточно вычислительно тяжелая штука, да, нужно адресов, количество там растет биткоин-сети экспоненциально, плюс тебе нужно там и состояние на разные моменты времени решения. А во-вторых, это, блокчейнов много, ребят. Они просто появляются из ниоткуда и растут с большой скоростью, и это становится сложным. Вот, и поиск – это тоже проблема, потому что сейчас вы просто взять, как бы, хэш моей маме, да, и бить его куда-нибудь. Вот все говорят, что там, вот, ваша бабушка сможет бить хэш там какой-то для того, чтобы убедиться, что этот фан действительно существовал, да? Да ваша бабушка или ваша баба мозг сломает, потому что она не поймет, в такое блокчейн-эксплойм не идти. И это проблема. Она такая банальная, такая простая, но эта проблема есть. Вот. И, как бы, взаимодействие сейчас с мультиблокчейн-окружениями тоже очень тяжелое, есть только два, по большому счету, нормальных кошелька – это Jax. но он не лишает моей боли, потому что он мало систем поддерживает. Есть Exotus – та же самая ерунда, да? То есть, там, всего 3-4 блокчейн-системы, и Bitcoin, Dash, эфир. И этого мало, для нас этого уже мало. Нету мультикошельков – это беда, печаль. И, вот, в принципе, нам это нужно все решить. Да? Мы поэтому затеяли с Валеркой, и там у нас еще есть в команде третий человек, Андрей, и мы затеяли такой долгий, долгоиграющий проект, open-source, который, в котором пока нету блокчейна. Вот. В котором пока нету ICO. Вот. это просто набор для тех, которые позволят индексировать все цепочки при помощи open-source софта и open-source жилета. Вот. Достаточно быстро, достаточно просто, достаточно дешево. Вот. И, ну, я не знаю, сколько здесь девелоперов? Поднимите руки, девелоперы. Вот. Интересно будет только девелоперам, кому будет интересно, подойдете. Вот. Есть, как бы, ссылки на все эти описания, есть там, требования, и все такое. бумаги. Бумаги. Вот. Да, мы, коротко, мы ищем инженеров. Ну и все, собственно говоря, все, что я хотел сказать. То есть... АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...